Доброго времени суток, друзья! Я Светлана Петер из Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня я с утра проснулась и первым делом, конечно, мы зашли в телефон, в интернет, чтобы посмотреть, что там у нас новенького, какие-то новенькие сообщения, какие-то новости, возможно, интересные. И первым делом на ютубе я увидела прямой эфир, как летит британский предприниматель, добился своей цели, и вот его корабль, в общем-то, летит в сторону космоса. И это в прямом эфире утром, когда ты просыпаешься и видишь, что ты как будто бы вместе с ними летишь в эту сторону космоса. Это так впечатляет, и когда они долетели до орбиты, до того места, где уже наступила невесомость, и ты видишь, что сам Ричард Брэнсон постоял на руках, так скажем, вверх ногами. Это человек, которому 70 лет. Ребята, помните, да, об этом? Что он, несмотря на свой возраст, он всё равно добился того, что хотел, но и сегодня уже выступил по телевизору, что у него есть ещё дали грандиозные планы. Ну, что я могу сказать? Если сравнивать с нами и кто помладше, то есть этот случай меня просто вдохновил на то, что, например, если сейчас я здесь открываю бизнесы и бизнес, если я хочу заниматься чем-то, и это вообще не трудности никакие, это не столько сложно, как взять человека, который отправил корабль в сторону космоса. И он не просто отправил туда корабль, он этим самым открыл эпоху, эру, или как там правильно назвать. Сейчас даже скажу, как. В общем, сегодня я хочу испечь такой быстренький тортик, который обозначит этот день как начало эпохи доставки туристов на ближний космос. Давайте сделаем вместе это. Ну, давайте разберёмся, что нам нужно. Два банана. Возьмём два яйца. Сыр. Ой, сыр. Творог. Сметанка. Медок немножко возьмём. Разрыхлитель. И замешаем. Сначала тёмную часть этого тортика. То есть, с нескольким, да, с шоколадным. Кто-то вилочкой делает, кто-то на блендере. Мы будем делать вилочкой. Вот это чистим. Главная компания, вот эта Virgin Group у него, у этого Ричарда Брэнсона, она имеет более 400 различных предприятий. Да, это человек, это по всему земному шару, он не имеет такие предприятия, получается. И он считается владельцем нескольких островов, достаточно много каких-то там участков земли, и по-разному, в разных точках земного шара. Запах очень ароматный, чем-то похож на мёд какой-то особенный. Разделываем, он становится мягонький. Берём вот эту чёрную точку, она нам нужна. Ну, так как два банана, я сделала два лица, честно говоря. Разрыхлитель. Немножко разрыхлителя. Так, хорошо. Так, хорошо. В общем решила замешанную часть прямо в этой тарелочке и делать. Вставим на кок и на 07, от 5 до 7, кто как делал. Что мы можем подыточить? Сегодня 11 июля 2021 года и эра космического туризма запущена. Ура, товарищи! Кстати, нашла сгущенку вареную, думаю добавлю немножко с этим кремом. Очень маленькая, на один укус. Поднимаем и ничего. Сейчас так вот проделаем. Вот такой вот блинок получился. Можно разрезать. Здесь получились две охлажденные лепешки и в сам крем я хочу положить кулечек. Вот такой. И сделать дырочку. Из него уже выкручивать. Посмотрим, как у меня получится. Друзья! Ну а пока я делаю, я думаю, что можно спросить вас о том, как вы относитесь к путешествиям по странам, по континентам. А теперь уж можно спросить, наверное, как вы относитесь к путешествиям на Луну. Хотели бы вы поехать полететь на какой-нибудь из планет, друзья? Или кто-то любит сидеть дома. Например, у меня мама, она очень любит сидеть дома. Дальше дома у нее уже наступает дискомфорт, поэтому кому-то находиться в четырех стенах гораздо удобнее. Первый раз я буду делать что-то напоминающее кондитера. Ну как я видела, там были вот такие вот какашечки. Сверху мы кладем вторую часть, сильно не прихлапываем, пусть так и остается. И сверху можно повторить что-нибудь подобное. Наверное, какой-нибудь рисунок все-таки, закономерность какой-нибудь. Получилась вот такая пироженка, почти как графские развалины. Сейчас мы ее будем пробовать. Он очень мягкий, поэтому прежде чем отрезать, конечно, надо было поставить в холодильничек, так, чтобы он немножко подзагустился. А так как я уже собралась пить чай, значит буду пить чай. Вот такой он получился. Друзья, очень вкусно получилось. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, давайте с открытием эры полетов в космос, особенно туристических. Дорогие друзья, получилось очень вкусно. И ко всему этому хотелось бы добавить, что сегодняшний день, сегодняшний полет предпринимателя из Британии доказал всем, что неважно сколько вам лет, 70, 40 или 20, у вас всегда есть выбор делать что-то очень хорошее, очень интересное. Всем хочу пожелать здоровья, берегите себя, берегите всех своих близких. Счастья, радости и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok